Музыка Спустя два года в деле о незаконной продаже земли в поселке Чукреевка поставлена точка. Неожиданная. Судья Кировского районного суда Омска зачитывал приговор неделю. Уголовное дело составило 159 томов. Напомню, директора и двух сотрудников товарищества застройщиков инициатива обвиняли в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, на протяжении 8 лет Виктор Демиденко, Александр Носенко и Василий Дубонос продавали омичам земельные участки по поддельным документам. Государство предоставило товариществу в бессрочное пользование 20 гектаров под застройку жилых помещений. Сегодня в пользовании товарищества уже 70 гектаров. На них возвели коттеджи. Директор компании инициатива Демиденко и его подчиненные сами изготовили липовые свидетельства о собственности на землю и распродали почти 150 земельных участков, причинив казне города ущерб почти на 50 миллионов рублей. Гособвинение просило суд признать Демиденко, Носенко и Дубонос виновными по всем статьям и назначить наказание. Демиденко и Носенко – 7 лет лишения свободы, Дубонос – 5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Защита подсудимых в прениях настаивала. Никакого хищения земельных участков не было. Все документы оформлены в рамках закона. Суд, выслушав доводы сторон, постановил. Демиденко, Носенко и Дубонос – оправдать за отсутствие состава преступления. Амичка во время ремонта нашла в полу пистолет с патронами. Неожиданную находку женщина отнесла в полицию. Эксперты установили огнестрельное оружие «Вольтер Патент», выпускавшееся с 1920 по 1945 годы. Магазины снаряжены 21 боевым патроном. В Сибирь пистолет попал предположительно в качестве боевого трофея времен Великой Отечественной войны. В настоящее время оружие и боеприпасы направлены на баллистическое исследование. Экспертиза покажет, пригоден ли еще «Вольтер» к стрельбе. По ее результатам будет принято решение о выплате амички денежного вознаграждения. На территории Омской области проводится в течение длительного времени операция по добровольной сдаче населения на возмездной основе оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и взрывчатых веществ. По декабрь месяц, фактически, на территории Омской области сдано под данную акцию более 120 единиц охотничьего огнестрельного оружия, в том числе и с нарезным стволом, значит, это более 14 единиц оружия самообороны, газового оружия, значит, 600 единиц боеприпасов, а также 2 гранаты и 4 грамма взрывчатого вещества. Более 700 бутылок алкоголя полицейские изъяли из незаконного оборота, как установили правоохранители. В Центральном округе Омска в торговом павильоне продавали горячительные напитки без разрешающих документов. Продукцию изъяли, а на продавца 40-градусной составили административный протокол. Нарушительнице придется заплатить штраф 2,5 тысячи рублей. Напомню, на прошлой неделе сотрудники УМВД прикрыли еще одну несанкционированную точку по продаже спиртного. По предварительной информации, двое мячей в магазине с вывеской «Чай-кофе» торговали водкой и коньяком. Известно, что магазин успел проработать три дня. Всего с начала года из незаконного оборота изъяли более 24 тысяч алкогольной продукции. Рейд «Трезвость». В Омске сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие. Результат – 28 нарушений правил дорожного движения. А это управление автомобилем с выключенными фарами, непристегнутый ремень безопасности, отсутствие обязательного страхового полюса, выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора. Также сотрудники ГИБДД составили два административных протокола за езду в пьяном виде. Рулевым грозит штраф 30 тысяч рублей. Напомню, тех, кто повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения или же второй раз отказался от метасвидетельствования, с 1 июля этого года ждет уже уголовное преследование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok